внезапно связываются воедино хотя до того представлялись совершенно разнородными и разрозненными такие моменты жизни им обычно предшествует сильная рыбья трансляция представляются человеку очень важными по крайней мере в момент их переживания поскольку он чувствует что ему при открывается общий план его жизни пока лишь частично и в самых общих чертах но даже и это производит очень сильное впечатление особенно в наш атеистический волюнтаристский век когда жизненный поток представляется разуму нагромождением случайностей со слабыми следами неумелых попыток направить его своей волей негативные отравляющие рыбьи трансляции этот человек отличает от позитивных их действиям на его идеал в первом случае идеал как бы теряет силу и деградирует во втором наоборот его значение и сияние возрастают на этом уровне конец бутфиальной медитации смена ценностей образования метаций и осознаются довольно смутно но все же воспринимаются человеком как важные изменения в его душе и судьбе в положительном варианте он чувствует что возросли его духовный потенциал авторитет в глазах окружающих способность влиять на человеческие души и судьбы в целом и одновременно собственная устойчивость в житейском море теперь он может с большим основанием создавать свою этику и творить жизнь вокруг себя в соответствии с ее правилами в отрицательном варианте рыбьей трансляции человек наоборот чувствует глобальный упадок духа разорванность своего существования несовместимость жизненных программ друг с другом и расхождение их с идеалом который сам по себе тускнеет и бледнеет человек начинает впадать в тоску и лимитация инстинктивно ищет авторитеты и духовное водительство во внешнем мире но ничего стоящего как правило не находит жизнь теряет смысл и течет как-то мимо но понять в чем причины этого человек совершенно не в состоянии главный соблазн второго уровня заключается в том что человек путает плоды бутфиального развития в частности метацийонности с его результатами то есть достигнутыми ценностями он тратит иногда долгие годы и десятилетия для достижения поставленных еще в юности целей заведомо высоких и благородных но достигнув их почему-то не исполняется духовным весельем а наоборот впадает в тоску или ищет себе нового занятия уже без влияния идеала а просто чтобы занять себя выясняется что по дороге идеал почему-то померк и стал кукольным а новый что-то не объявляется и понять в чем дело человек не в состоянии ведь он же хотел лучшего и более того его достиг итог неутешителен хотя ценности длительным трудом достигнуты но по пути затмили собой идеал и человек не заметил как тот стал кукольным что гарантирует отрицательный характер метацией вырабатываемых в конце бутфиальной медитации проблему усугубляется тем что в данном случае велики циклы то есть периоды обратной связи достижение серьезной внешней ценности как и выработка добродетели или развития таланта требует десятка of лет и столько же может пройти пока яд от манической почвы не пропитает цветок миссии который уронит отравленный лепесток в каналовна что приведет бутфиальной катастрофе главным достижением на втором уровне проработки рыб является начало понимания того что ценности таланты жизненные позиции и так далее должны не только быть благородными осуществляться но и постоянно эволюционировать во вполне определенном направлении указываемом овновскими трансляциями и максимальную ценность и вред для главного сюжета жизни человека представляют особые побочные плоды этой эволюции те вибрации которые возникают попутно ей представляя собой как бы ее высшую мораль наподобие той которая помещается в конце басни на третьем уровне проработки рыб человек осваивает ту истину что он ответственен перед богом за свои способности и таланты которые даны ему не только для того чтобы развлекать девушек и служить источником доходов или инструментом социализации кроме того он чувствует какие добродетели ему следует осваивать и от каких дурных привычек и наклонности избавляться в данный период жизни догадываясь зачем они ему понадобятся в будущие несколько лет если иовин проработан до третьего уровня человек осваивает оперативную обратную связь между атманическим и бутфиальным телами умея по тонким внешним и внутренним признакам угадать начало и увидеть конец бутфиальной программы и потому не делает грубых ошибок связанных с рассогласованием своего идеала и ценностей последние человеком третьего уровня в основном осознаются а первые видится настолько ясно что человек вовремя замечает его смену и не спутает с кукольным этот человек обращает внимание на вырабатываемые в результате бутфиальных медитаций метацийонности и чувствует их важность для своего духовного развития и самоактуализации но смутно представляет себе их трансформацию в канале рыб это во что они превращаются в атманическом теле он видит биоциноз высшего тела в общем правильно но не подробно и почти не умеет им управлять в частности не владеет искусством очищения ядовитых плодов бутфиальных медитаций на этапе их рыбьей трансформации поэтому он старается повышать качество этих плодов зачастую искажая естественное направление бутфиального развития определенная овновскими семенами вырастающими на водолейской почве путем искусственного навязывания себе эволюционно завышенных ценностей это болезнь типично для второго уровня но и на третьем встречаются ее рецидивы например атманическое тело готове человека к определенному повороту в судьбе смене профессии чрезовно намекает ему на необходимость выработки более высоких чем ему в данный момент свойственны терпение и опрятности именно его почему-то начинает раздражать беспорядок в квартире и недостаточная четкость своих деловых связей он чувствует что он слишком нетерпелив и отчасти непоследователен самый тихий внутренний голос говорит ему довольно точно сейчас в жизни ничего не нужно менять кардинально однако перестань делать ненужные звонки мой посуду сразу после еды и раз в неделю убирай в квартире как обычно однако чувствую чрезвычайную важность всего этого для себя и думая что дело здесь не в конкретных обстоятельствах а в характере он может наложить на себя существенно более строгую дисциплину и в короткий срок выработать необходимые добродетели на существенно более высоком уровне чем требуется этим он однако существенно ослабит многие свои жизненные программы нарушит баланс организма в целом а главное выработает совсем не теме тациенности которые нужны почве его атманического цветка подобный опыт на этом уровне не проходит даром и человек понимает высшую цель своих бутфиальных усилий они заключаются в поддержке миссии ни в чем другом другими словами человек отходит от стереотипных ценностей общественного подсознания что дается ему с огромным трудом и учится постоянно слышать голос внутреннего духовного учителя в нашей терминологии слабые овновские трансляции на этом уровне человек уже гораздо лучше ощущает свою миссию и в его жизни связаны друг с другом многие сюжетные линии а прошлое настоящее и будущее уже не воспринимаются как безнадежно разделенные здесь также вырабатывается высокий уровень духовной честности и привычка ко внутренней исповеди когда человек сознает изменения в своих жизненных позициях и акцентах ценностей улавливает мораль этих изменений сообщает ее своему богу высшему началу он чувствует что здесь необходимо большая искренности тонкость а ментальные модели работают грубо и потому их значение ограничено хотя иногда они все же могут быть полезны такая внутренняя исповедь очень сильно отличается от покаяния в традиционном религиозном смысле во первых потому что исходным ее пунктом служат ценности и жизненные позиции они конкретные события а во вторых в силу ее полной безэмоциональности это отчет человека о переменах в его главных жизненных программах и судит его а точнее внимательно слушает не давая никаких оценок его бог а любые искусственно навязанные эмоции нарушают работу канала рыб даже сильнее чем неуместные рационализации на четвертом уровне проработки рыб человек уже гораздо яснее ощущает свое атманическое тело и умеет отличать его вибрации от будфиальных это ведет к тому что меняются на противоположные акценты значимости этих тел теперь человек видит как главное атманическое тело а будфиальное воспринимает как его инструмент и источник питания это означает большую ломку мировоззрения и мироощущения ибо теперь все текущие ценности определяющие длительные программы внешнего и внутреннего каузального развития человека становится не то чтобы не важными но воспринимаются так сказать чисто служебно и даже метацийонности как плоды будфиальных медитаций волнуют человека лишь постольку поскольку они суть сырой материал для трансформации в почву на которой вырастает миссия на этом уровне человек ощущает синтетичность рыб то есть одновременное влияние на исполнение миссии всех образующихся у него плодов душевной жизни и отчасти осваивает управление одним из самых таинственных процессов в организме рыбьими трансформациями метацийонности в духовный потенциал при этом ему открываются пути и границы изменения а точнее коррекции своей миссии в ходе ее осуществления причем работа может вестись как в настоящем так и в прошлом и будущем так как здесь человек уже ощущает синтетичность своей судьбы и связность ее как по жизненным программам так и во времени только теперь ему открывается не только миссия сама по себе но и способность творческого ее изменения с учетом той обстановки в которой он воплотился и в этом и заключается его высшие свободы и творчество сначала принять обязательные контуры своей миссии а затем на их основе реализоваться наиболее тонким и творческим образом на этом уровне человек ощущает рыбьи трансляции не столько в духе покаяния или исповеди сколько как обратную связь позволяющую корректировать атманическое развитие с учетом актуального состояния бутфиального тела и его потребности и возможных будущих дисбалансов общая мораль отношения к организму зависит в первую очередь от эпохи автор надеется что при водолее возобладает идея поиска наиболее высокого типа равновесия организма они акцентирование того или иного тела как это было принято в эпоху рыб когда общепринятой была идея жертвенности одних тел ради других а результатом такого отношения был крайне уродливый вид организмов людей и коллективов а также низкий грубый уровень достигаемого имя равновесия однако пути поиска более тонкого равновесия открываются тогда когда самоактуализация произошла то есть человек нашел свое место в жизни и она его устроила после этого основная жизненная проблематика сильно меняется в большой мере переходя на высшее тело и аспекты рыб в гороскопе начинают интересовать человека гораздо живее чем раньше когда они казались ему религиозным обскурантизмом или мистическим туманом сильные рыбы ставят перед человеком проблемы совершенно непонятные для окружающих и по большей части для него самого тоже отзвук скорпиона может дать большую эмоциональность но не в этом дело ибо хочет человек того или нет он будет находится в большой зависимости от перемен в своем мировоззрении системе ценностей и жизненных позициях метацийонности и то позиции образуемые при этом сильно сказываются на его идеале его подтверждая или наоборот дискредитируя и превращая в кукольный на низших уровнях проработки рыб человек почти не осознает подобных эффектов точнее он чувствует их результат повысилась или наоборот понизилась его пассионарность то есть общая устремленность куда-то дающая силу ставить себе сложные и далекие цели и их достигать но не понимает откуда эта сила берется в то же время сильные рыбы как правило дают мощную атманическую почву энергии которой хватит на выращивание не только собственного атманического цветка но и на помощь окружающему атманическому плану сильная рыба действительно способна стать духовным учителем в лучшем смысле слова то есть помогать своим ученикам в поиске самих себя и своего места в мире но эта помощь принципиально очень тонка и трудно научиться как ее давать так и принимать так что даже при лучших намерениях человек долгое время является более или менее искусным манипулятором умеющим заменить себе и своим ученикам один кукольный идеал на другой но все же совершенно неспособным хотя бы немного приблизить себя и их к реальному исполнению миссии в результате такого рода деятельности часто под флагом духовного ученичества наставничество или водительства под цветком миссии возникает не соответствующая ему иногда даже ядовитые для него но весьма богатая почва на которой вырастает множество сорняков стремящихся задушить цветок миссии и занять его место если это происходит то либо человек быстро умирает либо на данное воплощение случается духовная катастрофа когда человек что называется продает свою душу дьяволу то есть управление своей миссией поручает жесткому атманическому эгрегору при этом он все же сохраняет как и весь мир некоторую свободу выбора но гораздо меньшую чем средний человек и выбраться из духовного рабства ему чрезвычайно сложно чаще всего недоделанные по миссии дела и сотворенную под жестким управлением карму приходится доделывать и развязывать в следующих воплощениях здесь очень важно понимать что тема духовного наставничества и ученичества то есть подготовки других и себя к исполнению миссии в том или ином виде возникает в жизни сильной рыбы обязательно хотя бы человек был законченным атеистом и верил исключительно в силу электромагнитного поля и требует очень ответственной проработки и в первую очередь внимание к образующимся у него и окружающих метацийон остям и их дальнейшей судьбе последующим изменением в своем духовном потенциале чувстве самоактуализации и ощущение единства мира и своей судьбы слабые рыбы резко снижают актуальность темы духовного ученичества и водительства поисков своего места в жизни подтверждение или неспровержение идеала и духовной жизни в узком смысле слова это не значит что они для человека не важны просто он решает их в основном косвенно так сказать по пути следования часто даже не замечая того что отношения с каким-то партнером послужили для него в чистом виде духовным ученичеством а переезд с одного места жительства на другое был по существу духовным посвящением и началом жизни под прямым светом идеала этому человеку трудно научиться правильно молиться и потребность во внутренней тем более внешней исповеди может у него почти отсутствовать что дает низкий уровень религиозности в социальном ее понимании но вовсе не означает отдаленности от бога и тем более несущественности обратной связи с ним при сильном овне создается опасный дисбаланс ощущение типа бог для меня все а я для него ничто и очень важна проработка рыб хотя бы она казалась человеку несущественной и необязательной при слабом овне возникает своеобразный вариант психологической удаленности от бога но это вовсе не означает его отсутствие или невнимание и человеку важно научиться слышать тихие указания от манического тела и посылать ему негромкие но очень ответственные отчеты о выводах и результатах своей душевной жизни этому человеку трудно понять что такое духовные соблазны когда в канале рыб заводится крупный паразит поглощающий большую часть плодов душевных усилий человека и направляющий его жизнь в целом по совершенно искаженному пути и он станет крепким орешком для миссионера энтузиаста пытающегося обратить его в лона очередной единственно верной духовной концепции это не значит что таинство покаяния или внутреннего самоотчета перед своим высшим началом для него пустой звук но они звучат у него не громко а потому зачастую гораздо чище чем у сильных рыб гармоничные рыбы дают человеку замечательные возможности компенсации и преодоления самых трудных душевных кризисов и большой соблазн тонких злоупотреблений своим и чужим душевным опытом здесь тема обратной связи между миссией и исполнением на уровне ценностной картины мира звучит смягченно и даже самые кардинальные выводы человека о самом себе сделанные не ментально а вполне экзистенциально то есть на материале долгих лет жизни удивительно гармоничным образом ложатся в его духовную почву продолжая питать давно уже ставший кукольным идеал проблема гармоничных рыб это во многом проблема профанации высокого идеала в частности религиозного и вообще снижение своей миссии что бог не делает все к лучшему любой опыт в том числе отрицательный ценен и даже необходим для моего духовного развития и самопознания крушение ценностей разочарование в себе и жизни совращение малолетних и трансформация в законченного паразита чего только не оправдают и не смягчат гармоничные рыбы и у других и конечно у самих себя даже мета ценности возникающие при удалении от бога потери связи с миссией и преданном служении конечно сами понимаете временном жесткому эгрегору все обращается в питательную атманическую почву но что и как на ней вырастет гармоничные рыбы могут быть прекрасным даром судьбы и худшим ее проклятием все зависит от уровня самосознания человека и его проработки канала на низком уровне они создают очень серьезное препятствие для духовного развития человек несмотря ни на какие душевные переживания и образования отрицательных метациенностей остается в целом настолько благодушно довольным собой что разные частности даже будфиального уровня его совершенно не трогают в результате почва вокруг цветка миссии заболачивается и загнивает и человек начинает задыхаться свет идеала все-таки меркнет и жизнь становится бесконечно скучной и бессмысленной проработка идет по пути взятия на себя ответственности за достаточно серьезные проблемы например чужие искалеченные судьбы но главное как всегда остается внутри человека потенциально он может очень много окормлять страждущих возвращать на путь истинный заблудших и целить духовно немощных но для того чтобы начать это делать актуально нужно выработать достаточно духовной честности чтобы увидеть где себе лжешь и потакаешь по большому счету и покаяться не словом а делом пораженные рыбы как правило дают непростую судьбу поскольку цветок миссии вынужден расти на плохо приспособленной для этого почве но это вовсе не значит что человек будет в целом несчастен или что ему будет каждый день трудно жить его проблемы будут плохо понятны ему самому и его внутренний мир скорее всего окажется сложным и динамичным его не привлекут стандартно гладкие духовные учения общесоциального значения или же он станет искать свой духовный путь на их каменистые обочине отношения с духовными учителями будут у человека очень непростыми и для него и для них поскольку под бешеным энтузиазмом празелита у него будут скрываться и острые сомнения в себе и своем пути и нигилизм и пессимизм и желание опровергнуть учителя по большому счету скажем лишить его всех учеников и духовного канала то есть веры в идеал если пораженный овен дает судьбу в том или ином виде связанную с богоборчеством то пораженные рыбы ставят проблему богопредательства и в первую очередь предательство самого себя то есть не исполнение своей миссии здесь поиск своего места в мире независимо от уровня самопознания человека будет долгим и соединение сюжетных линий в единый осмысленный сюжет окажется непростым хотя их переплетения будут очень многочисленными и постоянные намеки на единство мира и личной судьбы будут дразнить его мистическое воображение часто такие люди бывают суеверные интересуются оккультизмом и религиозной философией в тех или иных формах но их попытки понять себя и свое предназначение путем медитативных практик любого рода терпит поражение хотя могут на некоторое время сильно развлекать дело в том что для того чтобы связать воедино жизненные сюжеты нужно научиться их честно проживать вырабатывать метацийонности и затем превращать их в относительно приемлемую почву для миссии и с последним пунктом программы у пораженных рыб возникают сложности совершенно и рационального порядка возможно в порядке кармической расплаты за религиозное лицемерие в прошлых воплощениях с тем чтобы в этом основательно проработать эту тему во всяком случае искренне покаяться исповедаться своему богу в своих душевных переменах человеку окажется очень трудно а еще может быть труднее будет потом реализовывать получающиеся в результате такой исповеди жизненные ценности но без этого он не сможет понять своего главного предназначения и исполнить миссию проработка здесь не только трудно она очень тонка так как требует выработки духовной честности и точности о которых современная культура имеет самые неопределенные представления но именно такие люди исполняют самые тонкие ответственные кармические программы связанные с чисткой и коррекцией от манического плана и автор шлет им чаще всего безымянным низкий поклон москва они к чай 1991 92 год примечание 1 эктоплазма материя из которой состоят привидения